Сполна насладившись вниманием федеральных чиновников, ради Хабиров внезапно уходит в отпуск. Отменяется оперативное совещание, Хабиров исчезает из медийного поля. Из его социальных сетей становится известно, что ему срочно понадобилось приобщить свою семью к скрепным ценностям, расположенным в основном в Санкт-Петербурге. Согласитесь, поступок более чем странный для человека, которому необходимо оставшиеся 45 дней до выборов хоть сколько-нибудь убедить своих избирателей в своей пригодности ко второму сроку. Хабиров так и не сформулировал внятно свою программу на свой второй срок, кроме того общеизвестного тезиса о том, что, когда власть захватили, ее просто так не отдают и цепляются за нее до последнего. Но уйти в отпуск за полтора месяца до выборов – это действительно что-то. Складывается впечатление, что Хабиров настолько уверен в том, какие итоговые цифры ему напишет Центризбирком Республики Башкортостан, что он уже решил, как говорится, не заморачиваться на убеждении своих избирателей в свою пользу. Получается, что, уловив тотальное неприятие населения Республики Башкортостан, Хабиров прагматично решил, как говорится, не тратиться на то, чтобы метать бисер перед свиньями и, заручившись федеральной поддержкой, решил, что мнение туземцев тут, как говорится, совершенно не имеет никакого значения. Ну, действительно, это очень похоже на правду, потому что на моей памяти никогда такого не происходило, чтобы прямо перед выборами кандидат, находящийся в достаточно сомнительном положении, вдруг внезапно уходил в отпуск и отправлялся развлекаться с семьей куда-нибудь подальше от того места, той территории, где ему нужно агитировать, агитировать и агитировать. Окей. Давайте предположим теперь, что все это действительно случится, что Центрсберком выдаст нам вот этот вот ошеломительный результат и давайте подумаем о том, как это срезонирует в обществе. Наш бессрочный опрос в телеграм-канале «Открытая политика», на который, кстати, не забудьте подписаться, говорит о том, что примерно треть избирателей не намеревается вообще идти на выборы, и их никто не будет принуждать к этому. Их работодатели безразлично относятся к политической ситуации и не станут от них ничего требовать. Еще треть будет вынуждена пойти на выборы и отметить в своих аккаунтах ВКонтакте свои бюллетни, сфотографированные, захабировая, и это будет вот та самая копилка. И оставшаяся треть избирателей пойдут голосовать за кого-то другого, либо испортят бюллетни. Вот примерно так, почти поровну, почти на три части разделились голоса, и я вижу, что это действительно очень похоже на правду. Но Хабирову необходимо явить как результат абсолютное единство. То есть он должен показать, что за него проголосовало подавляющее большинство населения. Таким образом, людям будет показано то, чего они вообще в принципе не могут себе представить. То есть 30, 30 и 30, это никак не 75 на 25. Но, тем не менее, так случится. И важно, каким образом это отрезонирует или вообще отрезонирует ли в обществе. Вот история с Болотной площадью 2012 года как раз случилась именно потому, что москвичам показали абсолютно вопиющий, недостоверный результат голосования. И они вышли на площадь и стали знать чего-то там возмущаться, бунтовать и кидаться стаканчиками. Примерно то же самое может произойти и в Башкирии. Я не утверждаю, но предполагаю. То есть насколько терпимы жители Башкирии к тому, чтобы их вот так вот отчаянно и демонстративно поимели, я пока не знаю. Но в итоге, если они, жители Башкирии, смирятся с подобной манипуляцией, то, естественно, они будут вынуждены жить во лжи оставшиеся пять лет. Ну, если не протестуя, то как минимум не возражая против этого всего. При этом, если башкирский социум готов на такое, он автоматически теряет право на всякое возмущение тем, что с ним дальше будет делать команда Хабирова, а мы уже предполагаем, что в состоянии делать команда Хабирова с населением Республики Башкортостан. Мы это видим по ЖКХ, по ценам, по зарплатам, по занятости, по количеству отъезжающих из Башкирии и так далее, и так далее. То есть, понимаете, что произойдет здесь понятийные изменения. То есть, после того, как люди смиренно примут подобный результат, который покажет Хабиров, а он будет грандиозным, этот результат, тогда они теряют право на возмущение. Я многократно в общении ВКонтакте, в Телеграме, во многих других интернет-площадках, я говорю о том, что, ребята, если вы никак не готовы ни на что реагировать, то вы не имеете права и на возмущение, потому что очень многие пишут, а вот помогите нам, вот у нас там безобразие такое творится, только, пожалуйста, про нас ничего не говорите, а вы уж, как говорится, там за нас побейтесь. Нет, так не пойдет, так не получится. Если люди согласятся с тем результатом, который покажет Хабиров, а он, очевидно, понял, что никого убеждать уже не нужно, а просто нужно нарисовать, то тогда эти люди теряют право на возмущение. Это очень важный момент. Ну, теперь вы спросите меня, все так плохо, все пропало, опускаем руки, ничего не делаем, значит, и, как говорится, отползаем подальше. Нет. В ближайших выпусках и вплоть до самих выборов я буду рассказывать о том, как мы можем хотя бы попытаться не допустить того, чего не хотим. Причем абсолютно законным, абсолютно правовым способом, не нарушая никаких законов и не вступая в очевидный конфликт с законодательством Российской Федерации. В общем, не пропустите и не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, подпишите своих знакомых. И, пользуясь случаем, напомню о том, что помогать нашему каналу не только правильно, но и очень полезно. Помогать материально. Помогать материально вы можете только через расчетный счет, который мы вам демонстрируем сейчас на экране, и который вы можете найти в описании под каждым видео на нашем канале.